Здравствуйте, дамы и господа! Вы на канале Вениамин Вальдемарович. Вы узнаете, почему релаканты именно эту страну выбирали для смены своего места жительства, а также то, что нравится больше всего местным жителям. И в этом видео я расскажу вам про 4 самых основных плюса Кыргызстана. На 4 место я ставлю цены на продукты, питание и на одежду. Если мы не говорим про питание в кафе, либо в ресторанах, либо в каких-то столовых, а именно ту еду, которую мы готовим дома, ее можно купить за сравнительно маленькую сумму денег. Такие базовые продукты, как рис, картофель, гречневая крупа и другие, стоят очень дешево, особенно если брать их на базаре. Но несмотря на это, даже в магазинах иногда по скидке можно за довольно-таки маленькую сумму купить те же самые продукты, в том числе сахар, хлеб и другие изделия. Но это, конечно же, не говорит о том, что вам постоянно нужно будет готовить дома, если вы хотите экономить деньги, потому что еще на стыке 90-х и нулевых годов в Кыргызстане стала очень популярной такая еда, как сэндвичи. Это такое блюдо, которое представляет из себя бутерброд в полиэтиленовой упаковке, вакуумной. Ну и в общем там много хлеба, колбаски, яичек, разного такого вкусного, и можно без проблем этим питаться, причем на постоянной основе, и это будет дешево. Кроме того, в точках быстрого питания вы спокойно найдете то, что вы хотите, это гамбургеры, хот-доги, шаурма, они тоже стоят недорого. Например, в настоящий момент шаурма стоит всего лишь 170 сомов. Вы можете перевести это в доллары, это будет, ну, прям немного вообще. Единственный момент в плане еды, который я бы хотел такой подметить, это мои студенты, индийцы, они часто говорят, что крайне сложно найти вегетарианскую еду. Вот с этим, наверное, да, я бы сказал, проблемы есть. Но если вам, дорогие друзья, по состоянию здоровья и религиозным соображениям можно есть мясо, то голодным вы в Кыргызстане не останетесь. Если же говорить про одежду, она тоже очень-очень дешевая и нормального качества. Естественно, то, что прям очень хорошего качества одежда, она стоит выше среднего, но если мы говорим просто про нормальное качество, которую можно, например, куртку носить 3-5 лет, то она не будет стоить больших денег. К примеру, моя зимняя куртка, она стоит 5000 сомов. Вы можете опять-таки пересчитать в доллары, сколько это будет. И это является средним ценником, это недорого и недешево. Также, если мы поговорим про нижнее белье, матрасы, другие вещи, такие как головные уборы, например, рубашки или брюки, то они тоже стоят от 1 до 2 тысяч сомов, и вы их проносите долго. Третий плюс – это доступный и высокий уровень медицины. И этот пункт я хочу начать с профилактики, например, с такого исследования, как УЗИ. Ультразвуковое исследование абсолютно всех органов ЖКТ будет стоить 25 долларов. Это вам и печень посмотрят, и поджелудочную железу, и селезенку, и желчный пузырь, и его протоки тоже. И если вы, например, 2 раза в год делаете такое УЗИ, вы тратите всего лишь 50 долларов на УЗИ, и плюс за 10 долларов можно раз в год пройти полностью обследование организма, то есть терапевта. Там вам сердце посмотрят, другие органы, и, в принципе, вы будете знать, что с вами все в порядке. Если мы говорим про стоматологию, сделать один зуб будет стоить тоже 25 долларов. И это не в государственной клинике, где вы будете вынуждены ждать очередь, например, а частный кабинет стоматолога в клинике. Для людей, которые носят очки, тоже приятные новости, потому что купить полностью оправу и линзы будет стоить, можно найти за 36 долларов. Но очки, в принципе, часто менять не надо, поэтому это не такая уж важная статья расходов на медицину. По поводу хирургии очень важный момент. У меня был такой неприятный нейдук, как онихокриптоз, или по-другому, вросший ноготь. В общем, с ним нужно либо мучиться дома, либо пойти к хирургу, и он удалит часть матрикса ногтевой пластинки. И в итоге удалить его со всех сторон, плюс я еще на такси ездил, мне вообще в сумме все обошлось всего лишь 100 долларов. Это прям копейки. По поводу цен на лекарства, тут плюс-минус одинаково примерно со всеми странами СНГ. Ну и, конечно же, зависит от ценовой категории препарата. К примеру, та же Viagra, она, естественно, стоит дорого. А ее дженерики, такие как Camagra, Siagra, они, естественно, будут стоить дешевле, я думаю, так и в любой стране. Движемся дальше, дорогие друзья. Второй плюс, это доступное образование очень высокого уровня. Ни для кого не секрет, что перед тем, как студент поступает в какой-то вуз, он требует, чтобы ему показали сертификат о прохождении международной аккредитации. Эта аккредитация позволит выпускнику подтверждать свой диплом в 160, я не помню в скольких странах, это называется ГАГская конвенция. То есть, это международно признанные дипломы. Это то, что касается хорошего уровня образования. Теперь давайте про его доступность, сколько же стоит учиться. Лично я в свое время учился в передовом вузе Кыргызстана медицинской академии. Ни для кого не секрет, что медицина это один из самых дорогих факультетов. И за год своего обучения на факультете формации я платил всего лишь 600 долларов. Это значит, что за 5 лет обучения я потратил всего лишь 3000 долларов. Согласитесь, это вообще мало. А если мы с вами поговорим про другие профессии, например, про лингвистов, бухгалтеров, то они платят намного меньше. Но для граждан СНГ немножечко подороже будет сумма. И на примере моего же факультета формация, если для гражданина Кыргызстана это сумма 600 долларов, а в год за контракт, то для гражданина СНГ это будет 1650 долларов. Так что, если вы вдруг хотите учиться в Кыргызстане, вы можете заходить на сайты наших вузов, искать раздел, где у них есть международная аккредитация, смотреть, прозванивать и с удовольствием поступать и учиться. И вот мы подобрались к первому и самому главному плюсу. Это цены на коммунальные услуги и на покупку квартир. Если мы говорим о том, сколько нужно в месяц тратить на коммунальные услуги, то в зимний период это будет 30 долларов для однокомнатной квартиры. Это считая отопление, электричество, домком, уборка подъезда и мусор. В летний период ничего не топится и поэтому летом нужно будет платить примерно 15 долларов в месяц. Если мы говорим про покупку жилья, то хорошая квартира, например, в Хрущевке на четвертом этаже, особенно если эта квартира угловая, если хотите, ребята, я могу отдельное видео снять о том, как нужно правильно выбирать квартиры. Я скажу там, почему угловые квартиры в Хрущевке самые лучшие. Можно найти в районе 25 тысяч долларов плюс-минус 3 тысячи. И это, между прочим, актуальный ценник. Вы можете зайти на сайте по продаже недвижимости Кыргызстана, например, такие как строка.kg и сами посмотреть. И это именно что актуальные цены в плане того, что когда только первая волна релакантов приехала в Кыргызстан, цены были даже до 40 тысяч долларов, до 35 тысяч долларов поднимались. Естественно, никто за такие огромные деньги не собирался и не собирается покупать. И поэтому продавцы недвижимости опустили цены до тех, которые были до массовой такой релокации в Кыргызстан. Про первичное жилье я про цены не скажу, потому что вообще не рекомендуется покупать первичное жилье. В Кыргызстане даже есть специальный блогер, который помогает людям получить первичное жилье. У него даже есть рейтинги компаний-застройщиков, но и в целом вообще это опасно практически в любой стране покупать первичное жилье. Потому что вы покупаете его на стадии котлована и потом пока до вас дойдет уже квартира, техпаспорт и так далее. Это в общем очень длительный процесс. Никому не советую покупать первичную недвижимость. Большое спасибо за просмотр, дорогие друзья. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. С вами был Вениамин Вальдемарович. До новых встреч!